МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы неизвестны, но нас узнают. Нас почитают умершими, но вот мы живы. Нас наказывают, но мы не умираем. Нас огорчают, а мы всегда радуемся. Мы нищи, но многих обогащаем. Мы ничего не имеем, но всем обладаем. Второе послание Коринфянам святого апостола Павла. Что делает простой паломник, который приходит на Афон? Первое, это, конечно, молитва. А второе, это путешествие по афонским дорогам. Посох, кто побогаче, покупает в магазинчике в Дафне. Это такой небольшой городок на берегу. Кто победнее, в лесу бы выламывает палку и идет с ней. Но главное, это путь. Час за часом в тишине идешь и молишься от монастыря к монастырю. По краям афонских дорог аккуратно сложены дрова. Это на зиму, чтобы отапливать монастыри. Центрального отопления здесь нет. Так было и сто, и тысячу лет назад. Время на Афоне течет по иным законам, чем в миру. Как будто бы вчера произошли события, сделавшие этот полуостров святым местом для всех православных христиан. Священное предание гласит, когда апостолы в Иерусалиме, в Сионской горнице бросали жребий, кому в какой стране света проповедовать Евангелие, Божья Матерь тоже изъявила желание отправиться на проповедь. Я выпал жребий в страну Иверию, нынешнюю Грузию. Известная эта история. Случилась буря, корабль населила по морю. Он был неуправляем. И так Господь управил, что на пристани около Иверского монастыря корабль этот причалил к берегу. И когда она объявила, что она мать Иисуса Христа, то народ восславил ее, радостно встретил. Как говорит предание, что приняли крещение от нее. Сие место будет не в жребии. Данный мне от Сына и Бога моего. Благодать Божия да пребудет на месте семь. Сказала Пресвятая Богородица, благословив свой новый удел. Монашеское братство Святой горы Афон и ныне пребывает под благодатным покровом Богородицы. И она почитается игуменей для всех святогорцев. Иногда бывает так, что в ясную погоду над вершиной горы стоит облако. Это будто покров Божьей Матери. Афон. Единственное место на земле, где по завету самой Пречистой Девы уже много веков подряд запрещено вступать женщине. Афон. Афон – это монашеское автономное государство, имеющее свое правительство, свои границы, свои законы и свои традиции. То, что представляет монахом Афон, в России очень трудно найти. Это действительно уединение, отрезанность от мира, которую в России очень трудно получить. Здесь у нас нет ни телевидения, ни радио, ни газеты. Мы отрезаны от женщин, то есть они не имеют доступа на Афон. То есть уже целый ряд соблазнов, он исключен из того, чем мы здесь сталкиваемся. Руководит монастырем игумен, который выбирается братьям монастыря, а не назначается архиереем, как это в российских монастырях. Ну, самое сложное – это действительно научиться смирять себя, отказываться от своей воли и отдавать себя в послушание Иисусу Игумену, отцу духовнику, старцам монастыря, даже братьям младшим, которые тебя попросили что-то сделать. Ты можешь сказать, что это я буду для них стараться делать что-то. А вот действительно научиться смирять себя и здесь пытаться послужить братьям. Ну, вот это вроде то, к чему нас Христос призывал, и вот ради чего мы, в общем-то, в монастырь и пошли. Хотя, повторяю, это всегда поле брани. То есть всегда приходится здесь самим собой бороться. Тогда, почти две тысячи лет назад, здесь не было монастырей. Монахи селились в пещерах. Это были и храмы, и кельи. Пример пещерножития. Часто встречается на Афоне. Вот мы с вами приближаемся к пещере. Вот оно, это тектоническое сооружение, которое природа воздвигла на скале. Как это все произошло, конечно, одному Богу известно. Господь, как говорится, вот так устроил. Ну вот мы с вами спускаемся в пещеру, где наш старчик Вениамин подвязался. 13 лет жизни провел вот в этой пещере. Ниже он и приставился, говорят. Вот, поэтому, как бы, место намоленное. Пока батюшка не благословляет здесь жить никого. Естественно, нет таких подвижников, какие были в те давние времена. Но благословляет приходить сюда помолиться монаха Инека. И в этой пещерке вот молится. Ай, Господи, А как здесь классно, ребят, когда молишься и орел над тобой кружит. Буду хвалить имя Твое непрестанно и воспевать в словословии. Ибо молитва моя была услышана. Книга премудрости Иисуса, сына Сирахова. Скалистая местность на самом южном мысу Афона. Здесь издавна селились в пещерах и хижинах, вырубленных в скалах. Эти кельи похожи на ласточкиные гнезда. Монахи-аскеты, обитатели этих мест. Но жизнь здесь очень суровая. Физически выживать здесь очень сложно. Поэтому сюда и стремились монахи, уже наиболее опытные, жить на Святой Гаре, когда они чувствовали внутреннюю потребность для того, чтобы иметь и уединение. Они выходили в эти сихостерены. Это как раз и есть место тишины, покоя, уединения. Вот посылку передаем отцу Серафиму. Вот отец Серафим. Посылка ему пришла. Раньше короля, в переводе короля означает, вот эти вот корзины вниз спускали в море. Хорошо! И старцы, которые спускали эти корзины в море, в них клали какие-то продукты. И поднимали. Теперь, так как очень сложно грузы переправлять, чем по цепям придумали, такую вот корулю. И вот она поедет. Сейчас это нижняя короля, есть еще верхняя короля, тоже сделана. В верхней теле, внутренней туда подается груз. А перевод короля, что означает? Половорот вот этот. Самый половорот, это и есть король. Отсюда название. Продукты, воду отшельникам передают таким способом. Блоки, веревки. Вот и все общение. А что вдруг человеку, сподвигло, русского человека, сподвигло приехать сюда, на эту землю? Любовь к Богу. Здесь наиболее такое место, где человек близок и к Богу, и к Богородице. И именно это его привлекает. Тем более, что здесь созданы все условия для монахов, чтобы они в наиболее благоприятных условиях восходили к Царству Небесному. Но есть на Афоне места еще более суровые для монашеской жизни. Сейчас идем два лестничных пролета, потом будет спуск в пропасть по цепи. Ну, как в горных условиях, три точки всегда должны держаться. Либо две ноги, либо две руки. Расстояние поменьше, чтобы если камень у кого-то сорвется, чтобы он не успел набрать скорость. С Богом. Будьте внимательны сейчас. Держимся за цепь себя. Вот тут, если что, там глубина большая? Там достаточно. А, ну то есть, если что, в воду, да? Вот видите, останки Старцев здесь, кто подвязался. Косница небольшая. В таких условиях жили и молились первые монахи. Сырость, голод, дикие звери, жизнь землянки, все это ничто по сравнению с тем, что они получали на Афонской земле. Молитва и богообщение. Благодать Божия покрывала все бытовые неурядицы. Спали на досках, чем-то укрывались, питались тем, что Бог пошлет через добрых людей. И молились. Они уходят от мира, покидают Афонские монастыри, считая, что и там общежительная тихая жизнь монахов для них слишком суетлива. Вот Бог, спасение мое, уповаю на Него и не боюсь, ибо Господь сила моя и пение мое Господь, и Он был мне во спасение. Тысячу лет назад слава о земном молитвенном доме Богородицы растеклась по всей древней земле. Достигла она и Киевской Руси, еще пока языческой страны. Первая известная христианка, княгиня Ольга, бабушка равноапостольного князя Владимира, приняла христианство и отправилась с визитом в Константинополь, столицу Византийской империи. По преданию, часть из святы Русичей, сопровождавших княгиню, решили сойти на Афоне, и остались там, организовав первую русскую обитель. Десятый век был наполнен многочисленными событиями, очень интересными. Например, Иверский монастырь в десятом веке сформировался, Зогров сформировался. Наши монахи получили обитель в народе она называется Ксилургу, а правильное название ее Росикон, по-гречески означает русский, с одним С причем. Первое письменное упоминание о русских монахах на Афоне появилось тысячу лет назад и связано с этим местом. Называется оно Ксилургу, что в переводе с греческого значит древодел. По всей видимости русские монахи на Афоне первые храмы строили из дерева. Но потом отказались от этой идеи. И вот почему. Русские когда пришли то стали строиться используя подручный материал. В их все-таки ментальности подручный материал не камни, а дерево, потому что дерево теплое и зимой тепло сохраняет и летом не накаляется. Но не учли, что здесь активно шашель, который древесину съедает. Потом перестали уже в дереве делать. Единственное, что вторые этажи, а первые, что точно цокольные этажи все в камне стали делать. По преданию Ксилургу древнейшая русская православная обитель не только на Афоне, но и в мире, учрежденная вскоре после крещения Киевской Руси. Ну вот чешнее понятнее. И как и тысячу лет назад, жизнь здесь идет по своим, немирским законам. Постоянный труд и молитва. Есть две большие категории, служащих Богу на Афоне. Это монахи и трудники. Многие из последних добровольно приходят на гору, чтобы потрудиться во славу Божью. Этот человек когда-то выращивал сады и оранжереи в московском Кремле. Вера это стержень, я думаю, любого человека, любого общества, вера это стержень, вокруг чего должно быть. Вот смотрите, центральный проводник. Вот она вера. Каждое дерево, я могу на дереве показывать, каждое дерево имеет корневую систему, имеет центральный проводник. Вот она. Вот вокруг этой веры должно все остальное крутиться, вертеться. Эту жизнь, это все, вот эта вера это и есть жизнь. А если ее нет? А если не будет центральных проводников, Россия не погибнет. Так же и общество может погибнуть, так и человек будет зачахнет и так далее. При каждой обители есть свое хозяйство. У монахов нет ни одной свободной минуты. Аллилуйя, Аллилуйя, для монаха монастырь ночная служба она в радости. Есть возможность сосредоточиться, молитвенно сосредоточиться, потому что в течение дня монах тоже на послушании какие-то планы, какие-то мысли, все это рассеивает. А с заходом солнца начинается обычно ночное богослужение, полуночница, и в это время намного легче молиться. основатель русского монашества святой Антоний Печерский в свое время тоже подвязался на Афоне. Он изучал обсижительный устав афонских монахов. И когда по Божьему благословению вернулся на Русь, в город Киев основал Киево-Печерский монастырь. Первую настоящую большую регулярную монашескую обитель на Руси. Когда мы смотрим на монастыри, на их основания, на их дальнейшую историю, некоторые монастыри пропали, и о них вообще неизвестно. Вот есть монастыри, которые казалось бы основаны простым человеком, и они дошли до этого времени. Интересная такая загадка историческая. В Киеве, например, очень много было монастырей, которые основывали князья, и они пропали. Их только мы знаем по очертаниям, по описаниям историческим. А вот монастырь Печерский основал простой, бедный человек, который всю свою жизнь положил только для того, чтобы служить Богу и церкви. И этот монастырь, несмотря на все перипетии нашей истории, этот монастырь сохранился. Это говорит нам о том, что в основании монастыря должна быть всегда молитва, должна быть всегда подлинный источник и цель, ради которой основывается церковь или монастырь. сегодня Киево-Печерская лавра это жемчужина нашего православия. Первое свидетельство о присутствии русских монахов на Афоне хранится в главном монастыре Афона. В Великой Лавре находится уникальный документ от 1016 года. Это согласительная грамота о переходе монаха Николая из одного монастыря в другой. И под ней стоят подписи афонских старцев, возглавлявших скиты и обители полуострова. Среди них вот эта подпись Герасим монах Божьей милостью пресвитер и игумен русской обители подписал. Поэтому мы в этом году и празднуем тысячелетия присутствия русских православных людей в этом святом месте. В конце 12 века русское братство настолько умножилось, что более не вмещалось в своем старом скиту. Нужно было искать новое место. И вот в 1169 году в День Успения Божьей Матери с согласия игуменов всех афонских монастырей русским монахом был передан древний монастырь Песелоникийца посвященный святому великомученику Пантелимону. Обитель русских теперь называется Нагорный Русик. В 1308 году русскую обитель постигло страшное бедствие. Монастырь предоставил убежище хиландарскому игумену Даниилу, спасающемуся от преследования каталонских разбойников. Каталонцы нашли его там и дотла сожгли монастырь. Спустя время сербский государь Стефан Душин IV полностью восстановил обитель и преподнес в дар русскому монастырю бесценное сокровище честную главу великомученика и целителя Пантелимона. Сегодня 9 августа в русском монастыре на Афоне празднует престольный праздник День великомученика и целителя Пантелимона. В главном храме собрались все монахи и паломники. Служба будет идти почти 8 часов. А утром торжественный крестный ход вокруг храма. Христе Боже спаси Христе Боже спаси Христе Боже Христе 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 При каждом Афонском монастыре есть библиотека, где хранятся уникальные документы истории обители. В русском Свято-Пантелимоновом монастыре трепетно относятся к своему прошлому. по периметру вы видите весь наш архив. За последние 300 лет самый древний из них это 1030 года. Это самое древнее свидетельство нахождения русских монахов на Афоне, находящихся в нашем монастыре. Есть еще древнее 1016 года, но этот документ находится в монастыре Великой Лавра. А вот следующий документ 1030 года, где подписывается русский игумен Феодул, игумен скита Ксилургу, вот этот документ, это купчая Феодула доказывает, что уже 1030 года русские монахи жили в скиту Богородицы Ксилургу. Это самая главная витрина нашего монастыря «Наша гордость и радость». Здесь как раз доказывается вот это патрональное отношение русского государства и нашего монастыря именно разными подарками великих князей, императоров. Например, вот это Евангелие было подарено нашему монастыру императором Александром Третьим. Вот эта книга о путешествии была подарена императором Николаем Вторым. Здесь есть грамоты Павла Первого, но не только российских правителей, но и турецких султанов, сербских королей, валашских правителей. И, конечно, самое последнее известное это подарок современного правителя России Владимира Владимировича Путина, чем мы очень радуемся и гордимся. Евангелие прекрасно исполненное, которое он нам подарил в 2005 году, когда последний раз был здесь. И, надеемся, это был не последний его визит, и он еще подрадует нашу братью. Весь полуостров изрезан вот такими тропинками, вымощенными камнем. Это сделали вручную монахи. Монах-философ, наш провожатый из Пантелеймонового монастыря. Современные иноки отыскали рукотворное подземное русло ручья, которое сделали их предшественники. Вода удивительная, вкусная. Говорят, что от многих желудочных пищевых всяких там болезнь пищевого тракта лечат. Вообще вода удивительная на вкус. Берите, берите, не стесняйтесь. И вот примерно сейчас мы подходим, вы увидите, какое интересное инженерное сооружение было здесь сделано в горах. Вот видите, этот проем, это туннель, который уходит в глубину скалы метров на 20. Вы видите, как это все сделано, кладка сухая, только на глину, никакого цемента, арочный свод, который держится уже столько лет, хотя видите, весь этот же вымыт, тот самый глиняный раствор, который был. У нас вот несколько таких источников, вот это интересно, видите, как сказано в Священном Писании, на горах станут воды. Мы находимся на высоте больше 400 метров, сейчас вот этот источник, и как говорит Господь, вода вот именно в горах. на Афоне есть везде места русского присутствия. Вот столица Афона, Корея, здесь находится большой русский монастырь, называется он Андреевский скит, сейчас принадлежит грекам. Все виноват 17-й год, когда большевики перевернули власть в России, на Афон перестали приезжать русские монахи, и вообще советское государство отреклось от Бога, от церкви, и монахи умирали, и русские церкви переходили в собственность греческую. Но, может быть, благодаря этому они и сохранились. Сейчас идет процесс возрождения русского монашества на Афоне. Не просто, но он идет. Андреевский скит является одним из самых больших на Балканах. Сейчас он принадлежит греческому монастырю Водопед. Греки бережно сохраняют память о бывших хозяевах и насельниках этого скита. В частности, здесь находится лобная часть апостола Андрея Первозванного, и в честь апостола Андрея построен этот величественный собор с пределами в честь святителя Иннокентия Иркутского и Александра Невского. Сейчас мы с вами подходим к ковчеву, в котором находится лобная часть апостола Андрея Первозванного. Здесь, на этом ларце мы видим клейма, который изображает призвание апостола Господом, его распятие, вот это на кресте, который впоследствии был назван Андреевским, потому что он имеет вот такую форму. Российский император Петр Великий учредил флаг военно-морского флота в честь апостола Андрея Первозванного. Вот уже 300 лет с небольшим перерывом святой Андреевский стяг развивается на всех кораблях славного русского флота. А еще в этом скиту подвязался афонский монах необычной судьбы. Он являлся живой иллюстрацией к Евангелю. Его отцу принадлежали корабли золотые прииски в Сибири. И он решил вступить в монашество, стать монахом и избрать этот путь. Звали его Иннокентий Михайлович Сибиряков. 36-летний миллионер золотопромышленник, раздав Христа ради все свое богатство, стал монахом святого Андреевского скита. То есть он от богатства имея миллиарды он получил в наследство свою часть, потому что были другие родственники. Он построил подворье в Санкт-Петербурге и пожертвовал очень большую сумму на строительство Андреевского скита. И этот слух дошел до царя. Царь был удивлен и вызвал его проверить, не сошел ли он с ума, потому что очень необычный случай был. И когда он с ним побеседовал, увидел, что человек из благочестия, из любви, и Богу подарил такое, и успокоился. «Если хочешь быть совершенным, пойди продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за мною». Евангелие от Матфея На Афоне особое отношение к жизни и особое отношение к смерти. Верующий человек знает, что земная жизнь это всего лишь небольшой отрезок времени перед вечностью. Ильинский скит это еще одно место присутствия русских на Афоне. Когда-то любимый храм наших моряков. Сегодня это святое место сохраняется греческими монахами. Здесь ничего не тронуто. С любовью наши православные братья охранят иконы в списке насельников, а самое главное их отношение к ушедшим, к памяти. Костница так называют место, где собирают черепа и кости умерших монахов. Таков обычай афонитов. По сути, Костница это единая братская могила. Перед каждой Костницей в каждом монастыре на разных языках есть надпись «Мы были такими, как вы, а вы будете такими, как мы». Когда мы находимся в таком месте, православный христианин должен думать о страшном суде, о дне кончины, о втором пришествии. Это, как говорят святые отцы, помогает, чтобы у нас было меньше дурных помыслов и чтобы мы были намного ближе к воле Божьей. Когда мы прикасаемся к этим костям, то вспоминаем, что в какой-то момент и мы дадим ответ перед Богом. Не за наши грехи, а за то, насколько мы его любили, потому что Христос был распят за нас. Когда мы совершаем наш духовный подвиг, Бог нас благословляет обеими руками, и нет нужды бояться. Страх не православная вещь. Паника, страх от лукавого. В Коснице Свято-Пантелимонова монастыря хранится череп человека, который при жизни своей много сделал для России. Об этом свидетельствует надпись «Губернатор». Его звали Александр Болотов. До своего монашества он был приближенным государе-императора Николая II. Царь в 1905 году во время смуты назначил его губернатором Пермской губернии. Как только он вступил в декабре в должность губернатора, он все силы приложил, чтобы усмирить губернию. Но усмирял он не войсками, а именно он старался по справедливости, не по такой, ни рабочим, ни заводоуправлением, потихоньку все сошло на нет, кстати, благодаря его усилиям и стараниям. После катастрофы 1917 года он эмигрирует вместе с женой за границу, несколько лет живет во Франции. После смерти жены Александр Болотов в 65 лет приехал на Афон и стал монахом. И вот в августе 1931 года, 22 августа, если быть точнее, он приезжает на Афон. И 7 ноября вступает в братство русского притеремонного монастыря, а 8-го он принимает рисофор с именем Аброси. Удостоиться такой надписи после смерти это особая честь. На Афоне считается, что по цвету черепа можно судить о том, насколько угоден Господу стал тот или иной покойный монах. Черепа праведников имеют красивый желтоватый оттенок, в них будто теплится живой свет. Иногда они еще долго ухают. «Если же мы умерли со Христом и веруем, что и жить будем с Ним, зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над Ним власти». Послание к римлянам. Сегодня монахи из исторической Руси, как говорит патриарх Кирилл, возвращаются на Афон. Больше всего паломников из России. Вкладываются средства в реставрацию древних монастырей. Старый русик, колыбель русского монашества. Предстательщи Сиры и страны предстательницы. Последнее приготовление к празднованию тысячелетия русского монашества на Афоне идет роспись храма. Работа мастерской Василия Нестеренко. В греческом, в иконописном стиле тут много расписано. Вот этот храм был построен в таком виде и при Антоне Хараповицком было сделано три небольшие росписи в алтаре. И там уже был задан язык сам. И он естественен, если говорить о тех скитах, которые были одновременно со Старым Русиком построены. То есть Старому Русику там 800 лет, но новый храм, вот этот, где мы находимся, Пантелеймонов храм, был построен в 19 веке, в классических традициях 19 века. Так же, как Андреевский скит и Ильинский скит. И скит Старый Русик это три самых больших скита на Афоне и три огромных храма. Соответственно, росписи должны быть похожи на то, как делали тогда. Я думал, что после храма Христа Спасителя уже таких подвигов не будет у меня в жизни, когда колоссальная работа выполняется за очень короткий год. Но вот сейчас здесь, на Афоне, скиту Старый Русик, пяти-шестиметровых сюжетов вместе с орнаментами мы сделали за два месяца, даже чуть меньше. Молитва. Нет ничего лучше на земле, чем молиться Богу. Помилуй имя Божий, повелиться милости Твоей и помножеству щедро Твоих очисти беззаконие мое. Наипачаем имя от беззакония моего и от греха моего через тебя. Из чего состоит повседневная жизнь монаха? По каким правилам, по какому уставу живут эти люди? Старец Иосифис Хаст говорил так. Мы пролили кровь, чтобы стяжать этот устав, по которому сейчас живем. Почему ты оказываешь снисхождение в одном, в другом, спрашивали ученики его? А за устав ты борешься как за крепкие стены. И на вот такой устав, когда мы встаем, допустим, час, в час ночи, или пол первой ночи, мир еще спит, но кто-то должен же молиться за этот мир. И вот монахи, преодолевая, может быть, собственную немощь, молитва не всегда, допустим, уйдет у каждого человека хорошо. Сегодня хорошо, завтра немножко сухость. Но вот благодаря тому, что человек понуждает себя, даже эта сухость меняется больше ему, поскольку он понуждает себя. Так и здесь, в Занитийское время, солнце село, у нас 12 часов ночи. Отходишь ко сну, 3-4, некоторые подвижники, как Старец Суан, спали 2 часа, и то сидя на стуле. Но это, конечно, помогает только благодать. Но Господь дает ему восстановить силу. жёсткий устав. Человек проходит круг за кругом, день за день, день за годом, но дает свет миру. Свет, который и его просвещает, и просвещает рядом окружающих, по слову Серафима Сарвуйского. Сержи, дух мирен, и вокруг тебя спасутся тысяч. Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного. Не даром же космонавты видели как на фон восходит свет, сток света. А наши старцы, как и Ефрем Котмарский, тот же наш старец Сулан. Они видели, как огненные реки восходят с каждого монастыря, поднимаются к небу. Вот он, духовный днепроезд, который питает этой энергией, божественной энергией, весь мир, благодаря которому как раз мир и стоит. Настоятелем русского Свято-Пантелимонового монастыря вот уже почти полвека является удивительный старец, которому недавно исполнилось 100 лет. Это игумен Иеремия, в миру Алехин Яков Филиппович. Дорогие братья, я имею поручение президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина поздравить вегумена Святого-Пантелимовского монастыря со столетиями. Владимир Владимирович подписал указ о награждении вас ордена боговерного святого князя Александра Невского. Отец Иеремия родом из Луганской области, из православной казачьей семьи, которую большевики раскулачили, сослали в Сибирь, уничтожили всех в роду, кроме подростка Якова. Удивительно, когда со старцем разговариваешь о тех страшных годах, он не помнит зла и рассказывает только хорошее, об охраннике НКВД, который помог ему бежать и дал на дорогу три рубля. Повествуя о годах, проведенных им в немецком концлагере, он помнит только добро, например, как немецкие женщины бросали заключенным хлеб через забор. Мы живем временно. Это у нас жизнь временная. Сегодня живем в земле. Вот что. Нас создал Бог, и мы должны, если мы верим, то Боги должны думать только. Всю мысль отвратить только Богу и Богу. Тогда будет жизнь очень легкая. Вот такое духоносный старец возглавляет наш русский монастырь на Афоне. Господи, Иисусе, истина Божьей, помилуй на грех. Мы грешны все. И мы должны призывать Бога. И Господь помогает нам, человеку. Без молитвы человек сухой, как дерево. И все. Господи, Иисус, истина Божьей, помилуй меня. Господи, истина Божьей, помилуй меня. Господи, истина Божьей, истина Божьей, истина Божьей, истина Божьей. Каждый монах на Афоне имеет за плечами непростую жизнь, проведенную в миру. Здесь, на горе, они отрекаются от своего прошлого, забывают свои прежние имена и привычки, и борются со своими грехами, потому что монах это подобие ангельского чина. Послушание и молитва меняют их со временем. Сейчас мы находимся на территории монастыря, это монастырский сад. Мы сюда пришли показать людям, что такое молитва. Физически многие люди не понимают, ну что такое молитва, да, человек там молится, читает про себя там или вслух, ну, это, ну, какое действие, что это такое, вообще непонятно. Нельзя ни подержать, ни посмотреть. Вот здесь можно посмотреть реально своими глазами и увидеть, что такое молитва. Вот перед нами гора камней. Когда сажали здесь деревья монахи, здесь горная местность, и вся земля усеяна вот такого рода была камнями. И вот унося, разгребая и вынося их из этого сада для посадки будущих деревьев, монахи их сносили в одно место, читая Иисусову молитву. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. И принося их сюда, бросали их вот в эту кучу. Вот эта гора, это вот физически реальная вид тысячи Иисусовых молитв, которые прочитаны монахами во время их труда здесь, в этом саду. Вот, собственно, физически показал, что такое молитва. Участие в афонских богослужениях это суть жизни инока. Все проникнуто важностью совершаемого. Ни у кого не замечается скуки или желание поскорее дочитать или отслужить. Наоборот, видно лишь общее стремление к молитве. Денно и ночно читается псалтырь в память усопшей братьи. Усердно поминаются жертвователи на монастырь. Читаются все записки, присланные сюда о здравии ближних и дальних. Макарию, Аркадею, Дмитрию, Мария, Марина. В двадцати обителях монашеской республики возносятся молитвы к Богу. Если административным центром Афоны является Корея, то негласным духовным центром избрана вершина Святой горы Афон. Здесь, с высоты более двух тысяч метров взору паломников открывается вся Святая гора, а вокруг в дымке облаков безбрежное лазурное море. Среди множества чудотворных икон Богородицы, хранящихся в монастырях, есть одна. Это святописный образ Пресвятой Девы, находящейся в русском монастыре. Это событие произошло 21 августа 1903 года. Настолько были наши любвеобильные отцы, что они раздавали милостыню всем нашим отшельникам. Вы знаете, не только нашим, всем, кто приходил за ней. Но из Протата, то есть из центра Афона, было послано такое замечание. Прекратите раздавать, потому что очень много собирается народу, и не все приходят с добрыми намерениями и все прочее. Наши отцы подчинились. 21 августа это была последняя раздача милостыни. И вот этот момент, последняя раздача, он как раз был запечатлен на фотографии, и именно на этой фотографии Богородица себя и проявила. В библиотеке монастыря хранится та самая оригинальная стеклянная фотопластина. Именно на нее был сделан снимок 21 августа 1903 года у ворот монастыря. Здесь же стоит и фотоаппарат. Вот этот уникальный стеклянной фотонегатив, на котором Божьей милостью изображена Божья Матерь. Вот здесь изображена Божья Матерь. Она стоит в благодатных огненных языках. Сразу, когда уже проявляешь фотографию, уже ясно видно, что во-первых, на обычной фотографии не может быть огненных языков, во-вторых, если даже есть огненный костер, то не может в нем человек стоят. А здесь явно человек стоит среди огненных языков. И этот человек явно женщина, и здесь прекрасно видно, что она крестится и благословляет. Помните из заповедей блаженства, произнесенных Господом нашим Иисусом Христом? Блаженные и милостивые, ибо они помилованы будут. святые отцы говорят так, что милостивая душа или милостивый человек и его душа, она возносится прямо в рай, минуя все препятствия. Она идет мимо ангелов, архангелов, она идет мимо небесных светил, и она попадает прямо в рай. святые отцы говорят так, что молитвами монахов держится мир. До революции на Афоне проживало около пяти тысяч русских монахов. Они жили в крупных монастырях и в небольших кельях. А после революции приток монахов из Советской России прекратился. Обители и скиты пришли в упадок. Однажды проходя по лесу, я обнаружил купол, который завершался впереди вершин Мереев. Это меня привлекло. Вот обнаружил есть такой скит. Выяснил, что это скит русский, назван в честь Иоанна Златоустова. Был построен в конце середина прошлого века. Здесь работали художники, ревесленники. Вообще это скит, который писал иконы для всего Афона. И в том числе Россия. Паломник Михаил из Нижнего Новгорода. Когда мы сюда пришли, обнаружил множество литературы, оставшиеся от монастыря, крестовки, с которыми ездили монахи по стране, по-российской, собирая пожертвования на этот монастырь. Описание, какие иконы можно заказать у местных мастеров, как их выписать, когда ехать до монастыря. Путь шел через Одессу, через корабли, расписание кораблей. Здесь очень много всего этого. Вот, например, заготовка письма «Русская обитель» святого Иоанна Златоустого Хиландарского монастыря и так далее. Уважаемый благотворитель, мир Думу вашему, благословение Божия, да будет на вас, а державный покров Пречистой Богоматери да сохранит вас от всех напастей в мире полном всевозможных зол, бед и искушений. С глубокой признательностью спешим уведомить, что святое пожертвование ваше. Мы получили и сообщаем вам, мы записали в церковный синодик и поминаем почину обители нашей. В южной части полуострова недалеко от румынского скита живет монах Агафангел. Он келейник знаменитого афонского старца Симеона. Старец известен как автор духовных сочинений, очень полезных для души. Сам отец Симон мне рассказывал, что как он пишет книги, что каждая книга является некоторым откровением, то есть он не сидит и выдумывал, что бы ему написать. А приходит как некое откровение, скажем так. Вот как раз мы сейчас откроем одну из его книг, которая называется «Ключи духовные». Его что Старец пишет о страстях? Хочешь научиться побеждать страсти? Не борись с ними, но научись не бояться их. Хочешь научиться не бояться страстей? Научись не обращать на них никакого внимания. Хочешь научиться не обращать на них никакого внимания? Целиком сосредоточь внимание на непрестальной молитве и возлюбить чистоту души насколько можешь. На Афоне сама природа относится милостиво к монахам. Здесь мы на Афоне растапливаем дымарь не гнилушками, как везде в России, а хвоей сосновой. Она тоже очень хорошо дымит, как вы видите сами. Пчелы на Афоне очень неизлобливые, поэтому, как правило, их осматриваем без масок. Как преподобный Амбросий Оптинский говорил, что если монаху нужен терпение воз, то монаху целый обоз. Афонскому монаху, наверное, нужно терпение несколько обозов. И вот благодаря терпению все и приходит. Если что-то не получается, терпишь, ждешь, когда получится. в конце концов что-то начинает получаться. Многие, кто сейчас смотрит на этого человека, думают, почему он в разорванном подряснике? Что он не мог одеться поприличнее? Но для монаха нестяжание главное церковное добродетель. У меня очень просто. Мы живем в таких условиях, что я могу одеться шикарно, но через неделю эта шикарная одежда превратится в это же самое. Это мы не то, что специально так одеваемся, а она превращается в такую одежду очень быстро. Потому что живем в пустыне, здесь колючие растения, колючие лианы, колючие кустарники. То, что человек ищет каких-то удовольствий, удовлетворения своих срастей, это не сближает с Богом. Ни богатство, ни бедность, они не приближают нас к Богу и не удаляют. Удаляют нас от Бога грехи. Поэтому чего мы должны в жизни бояться, это должны бояться согрешить. Они должны бояться чего-нибудь дорогого или чего-нибудь дешевого. Это как бы вещи, которые в глобальном отношении, в отношении к спасению не имеют никакого значения. Снова звучит русская речь, снова слышится Господи помилуй. И снова на кораблях прибывают сюда паломники из России, любя и поддерживая Афон. Десять веков держится царство веры, святости, молитвы в этой обители Богородицы. Афон свое духовное назначение еще не завершил. Он будет важен всегда. И это должны помнить все православные люди. Войска Весен с Бреже Семьем Мор помилюми. Войска Весен с Бреже Семьем Мор помилюми. Семьем Мор помилюми.